Соревнования включают в себя 6 дисциплин. Это стрельба, наклон, поднятие гири, прыжки в длину, а также бег по двум дистанциям. Для чего это надо? Это показывает общую подготовленность наших войсковых частей. Здесь дело в том, что человек, спортсмен, выполняет все. Нет такого, чтобы, допустим, один человек выполнял гирю, один человек бежал, один человек прыгал. Здесь идет универсализм, потому что ГТО – это как бы готов к труду обороне. И расшифровать не только труд, но и оборона. Это очень важно. Готовим, начинаем со школьников, с первой ступеньки. Закладываем в них вот этот соревновательный дух, закладываем то, чтобы они готовились, они тренировались, они развивали сами себя. С дачи нормативов ГТО поучаствовали не только войсковые части нашего округа, но и такие силовые структуры, как МВД и МЧС. Все ребята, несмотря на то, что состязались с командами, пытались показать высокие индивидуальные результаты. Соревнования очень интересные, в войсковых частях есть очень такой задел, стимул. Все готовы показывать хорошие результаты. Хотя я им говорю, что вы участвуете в команде, в команде участвуют. Нет, мы будем биться за результат, за войсковую часть. Хотелось бы отметить, что возрождение с дачи норм комплекса ГТО, которое в городском округе Щелково началось с 2015 года, нацелено в первую очередь на то, чтобы наши граждане становились более активными и здоровыми. А дети с детства приучались к спорту, постоянному движению и вырабатывали в себе навыки силы, выносливости и ловкости. Мария Буржинская, Александр Оржевский, телерадиокомпания Щелково.